Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, обещавших создать специальный, независимый от доллара финансовый механизм для расчётов торговли с Ираном. Нужно, чтобы институт для торговых обменов, Инстекс, в конечном итоге всё-таки начал работать. И вопрос к российскому президенту Владимировичу. Скажите, пожалуйста, Вы считаете... Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают. Вообще в зоне конфликта много всяких наёмников, в том числе, по нашим данным, значительное количество наёмников переброшено из Идлибской зоны Сирии в зону конфликта в Ливии. Это очень опасный процесс. Мы с господином Эрдоганом вчера тоже об этом говорили. Мы надеемся, что после нашей договорённости и исходимо из того, что они будут исполнены и конфликтующими сторонами в Сирии, прекратятся боевые действия. Одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наёмников, в том числе и Сирийской Арабской Республики. Что касается ситуации в целом, то, надеюсь, до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдёт. То, что там война идёт, мы и так видим, что так называемая малоинтенсивность, но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень бы хотелось избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдёт, это была бы катастрофа не только для региона Ближнего Востока, это для всего мира. Мы понимаем, к чему это приведёт. Это приведёт к новым масштабным исходам людей с территорий их традиционного проживания, к новым потокам беженцев, и не только в Европу, но и в другие регионы. Спасибо. 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 Спасибо.